Строительство затем обсуждение продолжилось в стенах городской мэрии. Очевидность благих намерений как будто бы не вызывает сомнений, однако у некоторых на этот счет есть другое мнение. Храм, как задумано по плану, должен появиться на пересечении Березовой аллеи и улицы Сыктывкарская. Отсюда его будет хорошо видно даже издалека. Это макет. Строительство же могут начать уже совсем скоро, начать закладывать фундамент. На это требуется 3 миллиона рублей. Эти деньги собираются взять из городского бюджета. Если Петрсовет одобрит это решение. Депутаты, похоже, согласны. Говорят, что вид храма облагородит и облик спального района, и людей в нем проживающих. Этот храм нужен именно там, где планируется его построить. Потому что микрорайон Древлянка, большой микрорайон, это спальный микрорайон. Очень много пожилых людей, которые в силу своего возраста, своих заболеваний, которые уже сопутствуют этому возрасту, не могут посещать другие храмы города Петрозаводска или посещаются с определенными трудностями. И приближение именно вот этого храма к населению Древлянки, оно скажется положительно. Действительно, аргументы серьезные. Да и строительство храмов всегда было на Руси благим делом. Однако у этого начинания появились противники. И аргументы у них тоже весомые. Они считают, что городская казна слишком скудна, чтобы финансировать столь масштабное строительство. В Петрозаводске полно нерешаемых проблем. Это и ветхое жилье. Порой на одном квадратном метре живут три поколения. По дорогам стыдно ходить. В конце концов, нетолерантно по отношению к другим конфессиям строить собор. Тем более, что церковь может себе это позволить сделать и самостоятельно. И хочу напомнить, что наше государство светское и многоконфессиональное. Трудно судить, кто прав, когда принципы духовности и морали сталкиваются с практицизмом. А может быть, наоборот, этот здравый взгляд на обстановку противоречит чересчур высокому полету. Эта дискуссия еще продолжится. На следующей неделе вопрос о новом храме поднимут в правительстве. Продолжение.